Привет, друзья, с вами я, Триан. Сегодня будет суперинтересное видео. Итак, начнем с того, что вчера Coinbase анонсировали свой собственный L2 решение под названием Base. Как прошла презентация, сначала был голубой кружочек, загадочный, а потом открыли, что это значит. Давайте посмотрим, кто кроме Coinbase поставил тот же голубой кружочек на своем аккаунте в Твиттере. Если такие будут, значит это партнерство. Итак, кроме Coinbase, первое это Chainlink. Chainlink – это Oracle. Самое простое применение, которое мы в нашей программе добавили. Мы используем Chainlink Oracle для того, чтобы взять цену какого-то финансового актива из 10 площадок, источников, чтобы иметь самую среднюю цену, самую правильную цену на момент в рынке для этого актива. Chainlink можно использовать для проверки миллион типов TAT. И Microsoft тоже интегрировали Chainlink для проверки базы данных в двух источниках. Количество активов в том или ином хранилище. Проверка периодически, аудит. Все, очень многое можно сделать с помощью Chainlink. Итак, Coinbase, потом Chainlink. И третий, который поставил тоже голубой кружочек – это швейцарская компания BECT, которая создает токенизированные версии разных традиционных финансовых активов. Их первый продукт – это BCSPX. CSPX – это индекс, S&P 500. B, то есть от компании BECT. У нас есть Coinbase, биржа, LINK для проверки всех возможных данных, получения из многих источников. И есть BECT, который создает токенизированные версии финансовых продуктов. До того, как пойдем далее, посмотрим на 18 февраля в блоге Chainlink, что о чем говорилось. Вкратце, Chainlink работает над Real World Asset – RWA. Токены физических существующих активов, в том числе и традиционно финансовых активов, как, например, индексы, акции. То есть Real World Asset в себе имеет все. Все, что есть и в физическом мире, и в бумажном, скажем так. То есть не только камни, металлы. Real Estate. Ну и еще и индексы, акции, финансовые активы. Итак, первый продукт BECT – это BCSPX. CSPX – это Real World Asset из традиционного финансового класса. Индекс S&P 500. B – его токенизированная версия от компании BECT. Chainlink работает над Real World Asset, в который и входит BCSPX – RWA. Это помним. Coinbase выпускает PACE для того, чтобы ERC-20 токены и фирма, они могли передвигать, хранить, что хотите делать с этими токенами, быстро и с минимальными комиссиями на сегодняшний день. Coinbase биржи технологически себя обеспечивает в получении, отправке, хранении токенов. А теперь давайте из конца пойдем в начало. BECT создает токены традиционных финансовых инструментов. Link проверяет, где эти токены, сколько этих токенов. Для биржи где это будет продаваться. Потому что Coinbase, Chainlink и BECT – они все в голубом кругу кружочки. С технической стороны – голубом кружочки. Цепочка очень хорошая, но это не делает. Это видео супер. Видео делает супер. Что такое CSPX? ETF S&P 500? Чей ETF на S&P 500? Вот что важно. Вспомним, в прошлом году Coinbase анонсировали, что они заключают партнерство с BlackRock. Я помню почему. Потому что из-за этого Coinbase пошел у меня в портфель. А из-за того, что случилось сегодня, Coinbase пойдет у меня в первичный портфель. Итак, Coinbase анонсировали партнерство с BlackRock. BlackRock – самый большой фонд с триллионными капиталами. Наравне с ним – это Vanguard, это Fidelity. Фонды такого масштаба выпускают разные свои собственные ETF. И, как, например, Vanguard, они не только выпускают ETF. У них даже есть патенты на минимализацию налогов. Если ты будешь пользоваться их ETF, купишь их ETF, а они, скажем, ETF от Fidelity. Итак, CSPX – это ETF от BlackRock. Итак, берем BlackRock, ставим во главе. Бект, швейцарская компания, токенизирует, создает токенизированные версии ETF от BlackRock. С помощью Oracle Link все это отправляется на другой партнер BlackRock, Coinbase, где будет продаваться эти токенизированные ETF, акции и все, что будет от BlackRock. Почему вот этот момент самый важный? Когда мы говорим, что индиционарный сектор придет в этот рынок, Кейти Бург говорит 200 триллионов, я говорю 500 триллионов как минимум, войдет в этот рынок. Помните мое видео? В этом рынке нет индексов, нет индиционарного сектора, нет регуляторов. Поэтому нет цен, ничего нет. BlackRock – это самый большой индиционарный сектор. И у нескольких на этом масштабе. Но самый большой – это он. BlackRock продает своим клиентам его ETF, свои ETF. BlackRock обновит кошельки клиентов своих, которые держат традиционные финансовые активы. Он будет ставить там и токены Real World Asset, RWA, и криптовалюты из нового сектора. Важность вчерашнего происходящего – это одна из ключевых звенок в цепочке для входа индиционарного сектора. BlackRock обеспечивает для себя токенизирование своих ETF-индексов из всех традиционных финансовых активов с помощью BECT. А Coinbase BlackRock будет использовать для торговли своих RWA токенов. Вот как они приносят индиционарный сектор. А Chainlink будет поставлен для проверки, аудита всех этих токенов. И все это происходит прямо сейчас. Не было индексов. BlackRock со своими индексами приходят. Потому что индекс – это финансовый инструмент, который самый притягивающий к себе индиционарного сектора. Самый простой пример индекса – возьмем 10 компаний. Средняя цена всех акций. Суммарная средняя цена. В таком случае, если я инвестирую огромное количество денег, если какая-то из этих 10 компаний умрет, вот эта средняя цена не умрет. Оно все равно за счет 9 компаний, они все равно будут идти вверх. Индиционарный сектор больше хочет гарантии и стабильный рост, а не памп-тамп. И поэтому индексы – это одно из самых вкусных инструментов для индиционарного сектора. Я говорил и много буду повторять. В любой момент, когда что-то для тебя дорого в этом рынке, любой нормальный проект, всегда смотри – нет индексов, нет индиционарного сектора, нет регуляции. И 250 миллионов человек, 300 миллионов человек в рынке. Вместо хотя бы 3-4 миллиардов. А крипторынок вообще-то нацелен на 7 миллиардов, потому что большая часть должна быть банк-анбанкет. То есть все люди, которые никак не взаимодействуют с банковской системой, с интернетом, вот всех их вовлечь в это. С помощью мобильных девайсов уже это возможно. Мобильный банкинг, мобильный – все, что хочешь. Так что нет четырех вещей. И мы видим, как аккуратно индиционарный сектор с идеальным планом пошагово входит в рынок. Другими словами, 250 миллионов долларов пошагово, аккуратно входит в этот рынок. Так что покупайте хорошие продукты, перспективные. И не смотрите на цену. Но это не финансовый совет. Это видео имеет только и только развлекательное что-то. Да, и в конце, после этой цепочки, Coinbase, акции Coinbase точно идут в мой первичный портфель. В моем портфеле про любой проект, который там есть, я могу досконально себе объяснить, почему он там есть. Линк у меня и так был в первичном портфолио. А сейчас и акции Coinbase. Компании пойдут в первичный портфолио. Потому что Coinbase – это биржа, партнерство с BlackRock, чьи токенизированные версии ETF-ов и других финансовых традиционных активов будут продаваться в Coinbase. И если вам интересны подробности про мой портфель, ссылка в описании. Увидимся!